восьмерка твою мать восьмерка твою шестерка дурацкая игра здравствуйте дамы и господа с вами я всем и даст раз и добро пожаловать в новый выпуск который мы сравним китайский пенни-борд с оригинальным помните видео где мы тестировали два разных пенни-борда китайское говно и оригинал в итоге китай у нас разнесло взрыва после этого многие писали о том что нужно протестировать пенни-борд обычных человеческих тестах и по многочисленным просьбам сегодня мы делаем новый выпуск со стандартными проверками китайского и оригинального пенни-борда я зашел к ребятам магазин рейдстеп они предоставили мне пенни-борд для проверки кстати у них можете приобрести оригинальные пенни-борды и там вы точно не ошибетесь кстати их магазин спонсор сегодняшнего выпуска разумеется я взял черный и первый пункт проверки это время вращения колеса самое интересное по моему в данном сравнении все просто мы устанавливаем таймер рядом с колесом и раскручиваем его с определенным усилием далее мы засекаем время вращения каждого колеса время вращения колеса на оригинальном пенни-борде составила примерно 14 секунд а на китайском оно и до двух секунд не протянуло следующий пункт проверки это какое расстояние проедет каждая доска с одного толчка так как мне трудно замедлить расстояние которое проеду я буду изменять расстояние с помощью секундомера чем больше время покажет секундомер тем дольше едет доска при испытании оригинальной пенни-борда я прокатился больше 15 секунд до 15 секунд я проехал ну метров 30 точно доехал до желтой стрелки это равно примерно тому времени сколько вращается одно колесо ну а на китае мне всего лишь 9 секунд хватило вы все слышали все видели результат очевиден красная доска нихрена не годится для нормального катания теперь придем к признакам по которым можно отличить китай от оригинала во первых это болты на оригинальной пенни-борде они крестовые на китайском шестигранные подшипники у оригинального пенни-борда именные и время их вращения вы также теперь знаете у оригинальной пенни-борда гравировка пени практически на каждой детали даже на резине его колеса у китая подобной гравировки нет практически нигде упругость на оригинальный пенни-борде чувствуется достаточно круто потому что если на нем попрыгать то нет ощущения того что он вот-вот сломается но если прыгнет на китайский ду alternative и становится немного стрёмно потому что он может поломаться возможно это меня от ощущение после предыдущего эксперимента когда мы взорвали так что если вы не хотите напряженного потного катания в прекрасный летний день вы ambitإ это дерьмо куда подальше, и купите себе оригинальный пенебор. И я смело могу сказать, что он стоит потраченных денег, потому что, во-первых, вы будете кайфовать от того, что у вас оригинальный пенебор за такой крутой ценник, а во-вторых, катание на нем будет казаться намного круче, чем на этом китайском говне. Теперь я хочу рассказать, почему я выбрал 22-дюймовый пенеборд, в отличие от 27-дюймового и длиннее. 22-дюймовый пенеборд удобен тем, что на нем удобно путешествовать, кататься по аэропорту, он не слишком габаритный для того, чтобы сдавать его в багаж. Короче говоря, для путешествий и катаний по городу это идеальный вариант, потому что его легко с собой таскать, он не слишком сильно загрязняется, точнее, помыть его быстрее всего, в отличие от длинной доски. Ну и к тому же, он достаточно маневренный, поэтому передвигаясь на нем достаточно комфортно и удобно, если, разумеется, раскататься, так как вы могли кататься на длинной доске, и вам будет непривычно кататься на короткой. Но ко всему можно привыкнуть и 22-дюймовый пенеборд. Это самый удобный вариант, с которого я пока что ни разу не падал. Ссылку на магазин оригинальных пенебордов вы можете найти внизу в описании, надеюсь, видео было вам полезно. Размашьте палец вверх, если это действительно так, и увидимся в следующих обзорах всяких прикольных штуковин. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok